С закрытыми глазами редакцию прийти и любая газета напечатает. Также меня приглашали много и на телевидение, и на радио, и интервью, брать. В общем, без проблем. Свидетельством того, что ценят Есенина в Белоруссии на самом высоком уровне, является то, что в прошлом году на Дне белорусской письменности, которая у нас проводится уже почти два десятка лет ежегодно в разных районах республики, мне в прошлом году вручили на Дне белорусской письменности диплом победителя республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение года в области критики и литературоведения». Это за книгу «Есенин и Беларусь», которая была издана в фирменной твердой обложке к Союзу писателей Белоруссии. Я думаю, надо поздравить. Ну и еще маленьким подтверждением того, насколько дорог Есенин для белорусов является, но небольшой факт, но я все-таки его назову, в восьмом номере журнала «Божик» — это коллега бывшего вашего крокодила, юмористического журнала, опубликована эпиграмма известного, лучше можно сказать, юмориста нашего, поэта, на мою особу под дружеским шаршем, исполненным хорошим художником. И я, значит, зачитаю ее на белорусском языке, но я думаю, вы все поймете, как поняли мои коллеги из Украины. А, значит, шапка вверху такая. А Петру Радзечко, автор книги «Есенин и Белоруссии» исследовали туда-сюда, да. «Без шуму, пылу и зазнайства и он раскрутил Сергея зналство. Петро докажет, сподяюсь, что и Есенин с Белоруссией». Это говорит о том, насколько любят и считают и хотят считать все Есенина своим, своим национальным поэтом. Я думаю, что любой народ на нашей планете не отказался бы от того, чтобы считать Есенина, вение русской литературы, своим автором, своим поэтом. Поэтом, который нам, всем нам дала щедрая и благотворная Рязанская земля. Спасибо вам большое.